И волонтерские проекты стали основой нового движения. Мы запустили целую линейку проектов по поддержке и продвижению талантливой, целеустремленной молодежи, школьников, студентов и уже состоявшихся профессионалов, а также по развитию движения наставничества. Чтобы поставить всю эту работу на системную основу, создается автономная некоммерческая организация России и страна возможностей. Соответствующий указ, многие в этой аудитории знают, уже подписан. Мы намерены строить нашу политику вокруг человека, его благополучия, интересов и запросов. Убежден, только та страна может быть сильной и успешной, где люди могут в полной мере реализовать все свои способности. Конкурс. Ну что ж, я согласен с Владимиром Владимировичем Путином в этом вопросе. Однако эта страна не Россия, а Соединенные Штаты Америки. Так, по данным журнала The New Times, только в прошлом году покинули 50 тысяч молодых специалистов, айтишников в нашу страну и уехали куда? Правильно, в Соединенные Штаты Америки. Потому что прекрасно осознают, что в России им отведено место только у параши. А вот в Соединенных Штатах Америки они могут создавать и свое производство, и свои технологии, и свои компании. Это «Вести недели» без взорвавшегося покуна Дмитрия Киселева. Сегодня выпуски. Словам Макрона в Петербурге придали противоположный смысл. Расскажу, как врет российская пропаганда. И даже переверяет слова Макрона. В Сирии погибли четверо российских военных. Команда не проверяет две версии атаки на батарею. Ну, те, кто хотят сделать во всем мире русский мир, должны понимать, что за это они будут расплачиваться своими же жизнью и жизнью родственников. Абрамович получил паспорт Израиля. Эх, о Романе Аркадьевича подробно. Его путь к вершинам бизнеса. И почему он все-таки получил паспорт Израиля. Советник президента по интернету заявил о возможности ограничения Майкрософта в России. Все, Россия фактически Северная Корея. Это подтверждает встреча, прошедшая на этой неделе, Лаврова с Ким Чим Ином. Аркадий, чем это подтверждает? Тем, что Ким Чим Ин был очень доволен и России, и российской властью. То есть, он осознает, что есть ему еще куда в вопросах диктатур и тоталитаризма расти. То есть, в этом отношении мы даже хуже, чем Северная Корея. Значит, Аркадий Бабченко жив. Подозреваемый в подготовке покушения задержан. Провальная операция ФСБ в Киеве. Организатор покушения на Бабченко заявил, что знал о спецоперации СБУ. И снова нас ждет в сегодняшнем выпуске позор ФСБ или киллеров ФСБ, которые не смогли устранить оппозиционного журналиста. Но обо всем по порядку. Итак, первый момент. Трудности перевода словам Макрона в Санкт-Петербурге придали противоположный смысл. Так. На совместной пресс-конференции в Санкт-Петербурге Путину и Макрону было задано три вопроса по теме, которые не являются предметом широкой дискуссии в России. И понятно почему. Если бы эти вопросы про сбитый бунт над Донбассом про политических заключенных в России и про обвинения США в России в хакерских атаках и как результат введения новых санкций сдавали бы наши журналисты, которые в большинстве своем не являются журналистами, а являются пропагандистами на федеральном уровне и только лишь в эхо Москве, я вам напоминаю, и в новом газете, а также на телеканале Дождь являются настоящие журналисты, а все остальные кремлевские пропагандисты. Так вот, если бы настоящие журналисты задали, сдавали бы эти самые вопросы, то тогда журналисты, которые задавали бы эти самые вопросы про сбитый бунт, наши, стали бы не журналистами, а заключенными в российских тюрьмах. В лучшем случае, а в худшем случае были бы трупами. Так, именно поэтому на петербургском, международном экономическом форме и на валдайском форме приглашают модераторов дискуссий и за рубежа, не потому что они мастера этой профессии, хотя не без этого, а чтобы иностранцам пустить пыль в глаза. Ну вот, смотрите, у нас, дескать, свобода слова и свобода мысли. Смотрите, какие вопросы задают нашему президенту коварные журношлюшки Запада. Вот, да, и поэтому вот и приходят, собственно говоря, эти самые неудобные вопросы, как раз таки и задавать иностранным СМИ. В этом году немецкий РТЛ сдавал их немецкий РТЛ. Ну, неудобные вопросы на встрече Путина с Макроном. Скандал заключается в том, что Путину вопросы РТЛ намеренно искажают, переводя с французского. Почему немецкий журналист сдавал вопросы на французском? Довольно очевидно из-за вежливости и уважения к Макрону, а не к Путину. Это еще раз, кстати говоря, подчеркивает, где сила, а где блядство. Вот где сила, а вот оно блядство. Журналист спрашивает про похищенного в Крыму украинского режиссера Олега Семцова, похищенного российскими спецслужбами и про международную следственную группу по сбитому Боингу 53-й зенитной бригады российской армии в небе над Донбассом. Синхронистки на русский язык для Владимира Владимировича Путина и для гостей совместной пресс-конференции с Макроном переводят по-другому. Например, международная следственная группа отсутствует, а вместо нее есть слово как нидерландская следственная группа, то есть собравшиеся русскоязычные люди на совместной пресс-конференции должны понимать, что это вот только Нидерланды расследует отдельная страна, а не весь Евросоюз. На самом же деле, весь Евросоюз расследует причину сбитого Боинга на Донбассе, причину авиакатастрофы. Так, еще у нас. А фамилии тех людей, которые были похищены ФСБ и удерживаются незаконно, да и просто нечестно в российских тюрьмах Ситцов и Титеев, Титеев, ну если так можно выразиться, подельник Синцова по версии ФСБ. Так вот, их фамилии на совместной пресс-конференции отсутствует, несмотря на то, что немецкий журналист именно называл их фамилии. Исказила российская пропаганда и слова ответы Эммануиля Макрона на все те же вопросы журналиста «Артель». Его ответ выглядит так, в российском переводе. Россия сыграла объективную и конструктивную роль в установлении факторов по МН-17. Ну конечно, когда ты сам сбиваешь самолет, вот тебе и факты виднее, как там было сбито, в какое время, при каком радиусе поражения ракеты, как ее это самое запускали. Если ты сам все это организовал, то тебе и виднее, как был сбит Боинг, это же очевидно. Так вот, в российской версии перевода это выглядело так, как Россия сыграла объективную и конструктивную роль в установлении факторов по МН-17. Мы говорим не о каких-то политических заключенных, в частности, а в целом о общих проблемах с правами человека в наших обоих странах. Хотя в реальности Макрон говорил совершенно другие слова на французском. Итак, Франция полностью поддерживает расследование международной, не голландской, не нидерландской группы, а международной следственной группы по сбитому Боингу. Это раз. Два. Я обсуждал это дело Олега Сенцова и дело Кирилла Серебренникова и Титеева с Путиным. И я считаю, то есть Макрон считает, эти уголовные дела, этот самый уголовный процесс очень важным для Франции. Так как в нашей стране, то есть в Франции, данные уголовные дела получили широкий общественный резонанс в обществе и обсуждаются всеми, кому не лени во Франции. Ошибки синхронного перевода тут, я думаю, что нет. Специально исказали слова, исказали вопросы журналиста и специально исказали слова Макрона, чтобы вот создалась такая картинка, что вот Россия не причастна к сбитому Боингу в небе над Донбассом, и что и Серебренников, Титеев, и, конечно же, этот самый Сенцов сидят в российских тюрьмах вполне на законных основаниях, что на самом деле, конечно, не так. Дальше. Нечего расусоливать. В Сирии погибли четверо российских военных. Командование проверяет две версии. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о гибели четверых и ранении троих военнослужащих, выполнявших боевую задачу в составе артиллерийской батареи сирийских войск в провинции Дер-Эс-Зор. В нападении подозреваются боевики исламского государства, которые атаковали артиллерийскую батарею асадитов в темное время суток. Несколькими группами умело действует. Не то, что российская армия в Донбассе, которая наступала лишь тогда, когда украинская армия организованно выходила из котлов. Российских вояк грохнули, когда они управляли огнем из артиллерийской батареи. Они не были убитыми, их доставили в госпиталь в Москве. И там уже они скончались, отошли в мир иной. Что свидетельствует о низком уровне даже военной медицины, не говоря уж о простой медицине, медицинной в стране. Ведь когда наши доктора медицинских наук говорят в прямом эфире, сейчас я проведу неожиданную параллель, что травму Мухаммеда Салаха в финале Лиги Чемпионов в Киеве невозможно залечить до Чемпионата мира в России. А потом Египетская Федерация Футбола официально опровергает заявление не просто российских врачей, о заявлении этих самых докторов медицинских наук России. И это говорит о том, что даже в Египте образование и медицина лучше, чем в Рашке. И правильно делают, что молодые люди, что у кого есть возможности, что сбегают в Вашингтон. Вот эта самая организация, которую сейчас Путин создает, Россия опора там для будущего, она создана только для распила бюджета. И вот я когда, возвращаемся опять-таки к началу, когда вы видели ролик, как там вот это вот руками делали, но это же настоящая зомба ТВ. Однако вернемся к данной теме. Итак, к данной теме. В Сирии погибли четверо российских военнослужащих. В Дерезоре на этой неделе гибли не только наши артиллеристы, а целая группа из 10 человек, которые осуществляли наводку целей для поражения. Погибли конкретно контрактники 200-й артиллерийской бригады Восточного военного округа России, которой эта бригада расположена в Забайкальском крае, поселок Горный. После обучения сирийских войск эти самые контрактники должны были отправиться на авиабазу Хмемим для получения нового задания. Но вечером личный состав, который охранял периметр артиллерийской батареи, отправился отдыхать. Нападение на российских военнослужащих было стремительным и хорошо подготовленным. Ну, потому что в ЦРУ не пальцем деланные люди сидят. Сирийские вояки так и не поняли, что происходит и подались в бегство. В результате чего наши остались один-на-один с боевиками. Силы были неравны. Наших поливали огнем и, внимание, 43 пулеметных установок, которые располагались на машинах боевиков. Вот список тех людей, которые там погибли и чьи родители должны и чьи родители должны предпринять все от них зависящее, чтобы не гибли остальные граждане РФ. Непонятно за что, а именно публично и при всех родителей погибших контрактников должны сказать, что Путин хуево и мразь. Так как за то, чтобы катарский газопровод не строился через Сирию, он фактически послал контрактников на верную смерть. Ну и погибшие, собственно говоря, 32-летний старший лейтенант Сергей Елим, 32-летний сержант Игорь Михайлов, 25-летний матрос морской пехоты Кирилл Полищук. Есть и другие, собственно говоря, где-то у меня был список, но походу я его похерил. Да, да, увы, к сожалению, так получилось. Но я уже назвал некоторые фамилии. Собственно говоря, эти люди, которые напали на наших людей, не являлись классическими боевиками, а люди, которые не занимаются классической террористической деятельностью, но, тем не менее, воюют против Асада и России. То есть, это не те, кто там убивает мирное население, а те люди, которые целенаправленно противостоят преступному режиму Баса, Башара Асада и не менее преступному режиму Владимира Владимировича Путина. За два дня до наступления на ательсийскую бригаду в Дер-Эзор под предлогом помощи курдам с американской базы Эд-Танф в провинции Хомс перебрасывались бойцы в Дер-Эзор. Самая крупная потеря в Сирии для России была достигнута 6 марта. Тогда погиб... Тогда потерпел крушение в небе над Сирией Ан-26. Это транспортный вертолет. Погибли тогда 39 человек. Двойное унижение для Путина состоит и в том что широкой общественности о гибели 10 человек стало известно в день пограничника России. То есть на российский праздник который касается военнослужащих гибнут наши же военнослужащие. Вот так вот. идем дальше. Вот тут кстати говоря можно сейчас остановиться и посмотреть более внимательно карту боевых действий в Коммерсанте. Вот она. Ну что еще сказать? Рашистам там еще погибать и погибать. Идем дальше значит. Бизнесмен Роман Аркадьевич Абрамович получил а прилетел в Израиль и сразу же получил паспорт этой страны. Он снял особняк в Тель-Авиве за 100 миллионов шейкелей. Оцените стремление Абрамовича. Он российский олигарх обратился на общих основаниях. То есть последним стал в очередь за еврейским гражданством в посольстве Израиля в Москве. Отстоял очередь как положено. Не как олигарх, дескать, дайте пройти, у меня связи, влияния нет. Роман Аркадьевич отстоял очередь как положено. и таки получил паспорт Израиля. Прошел проверку израильской спецслужбы на ТИФ и все. Теперь он официально ходит или или едет под звездой Давида в паспорте. Газета Иерусалим пост сообщает, что у российского олигарха есть связи инвестиции в израильский бизнес, в большинстве своем в области недвижимости и строительства. Он давно мечтал со слов газеты Иерусалим пост об гражданстве Израиля, но по видимости он начал об этом мечтать сразу после того, как британские власти отказались ему провангировать визу. на фоне дела Скрипалей они британские власти потребовали от Романа Аркадьевича раскрыть источники своего дохода. А доход Романа Аркадьевича следующий. Это вовсе и не столько это Челси. Челси это лишь фасад. Итак, доходы Романа Аркадьевича Абрамовича за все его время, если так можно выразиться, в статусе российского олигарха. Итак, в 1991 году Роман Аркадьевич возглавил предприятие АВК, которое занималось перепродажей нефти. Это официально по документам, а неофициально хищением более 55 тестен с нефтью с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода. Уголовное дело номер 79067 Московской прокуратуры. Потом в 1995 году вместе с легендарным Борисом Березовским создает нефтяную компанию Сибнефть, которую в счетной палате Российской Федерации называли неэффективной и нецелесообразной компанией, что потом и подтвердилось, когда Сибнефть купил Газпром. По данным компьютерного анализа сделок Сибнефти, проводимой Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Роман Аркадьевич участвовал в спекуляциях на рынке государственных облигаций, что и привело к дефолту 1998 года и ему Абрамовичу светила бы тюрьма или же вариант с Березовским, если бы не одно «но». Крыша Романа Аркадьевича Абрамовича. В 1998 году со слов руководителя Федеральной службы охраны Александра Коржакова Абрамович оплачивал счета дочери президента Бориса Ельцина Татьяны Диченко и ее супруга Валентина Юмашева. Ну, по видимости, что в то время Кремль все-таки не наживался, как сейчас. И так вот, являясь у Ельцина и был Кремль в слабом положении, являясь у Ельцина и его семьи личным казначеем, как сказали бы, в местах не столь отдаленных, на Абрамовича был завязан в то время Кремлевский общак. Видимо, при... И он избежал таким образом тюрьмы. И при смене власти в 1999 году, по видимости, функции Романа Аркадьевича Абрамовича как хранителя кремлевского общака остались неизменными. Ведь иначе, как объяснить то, что с приходом к власти Путина заводятся дела на кого угодно из российских бизнесменов, только не на Романа Аркадьевича Абрамовича. Показательным тут стал 2003 год, когда Федеральная налоговая служба России предъявила СИБ нефти налоговые претензии на 1 миллиард долларов, а потом ни с того ни с сего, когда посадили Ходорковского, который кричал всем кому не лень об коррупции в кремлевской администрации, сумма налоговых претензий компании СИБ нефти Романа Аркадьевича Абрамовича была резко снизена более чем втрое, а сам Роман Аркадьевич вдруг резко начал втягиваться в спорт, вливаться в него финансово. Думаете, почему он стал вливаться в спорт? Ответ, потому что президент наш любит спорт, поэтому и Роману Аркадьевичу пришлось полюбить спорт. Собственно говоря, и тут по-моему налицо кремлевский договорняк с олигаром. И еще один интересный факт Абрамовича в 1999 году стал сначала Абрамович депутатом, а потом и губернатором Чукотки для того, чтобы именно там сбывать краденую нефть компании Сибнефть через свои аффилированные Сибнефтью фирмы, легализуя таким образом свои доходы от кражи нефти. А когда на бумаге компания Сибнефть стала выглядеть чистой компанией с точки зрения закона, ее в 2005 году приобрел Газпром. А в Газпроме кто в этот момент был одним из директоров? Правильно! Некто Кирилл Шамалов зять Владимира Владимировича Путина. Таким образом в итоге именно наш президент получал и сейчас получает доход от краденой нефти Романа Аркадьевича Абрамовича. И по-видимому Роман Аркадьевич прекрасно понимает, что это может всплыть в Лондоне и нанести ущерб не только ему, но и другим приближенным Кремлю людям. А если это всплывет, то понятно, что дальше Абрамович пойдет по стопам Литвиненко и Скрипаля. И поэтому бежит Роман Аркадьевич в Израиль, ведь сейчас отношение крыши Абрамовича на Западе совершенно другое, чем раньше. И при желании Скотланд Ярд может через Абрамовича выйти на тех людей, которые являются приближенными Путина, но о ком мы еще пока не знаем. И это может в итоге сильно изменить структуру российской экономики, отбросив ее на мусорный уровень. Потому что когда Скотланд Ярд докопается до всех коррупционных схем Кремля, а их немало, то тогда понятно, что будет. Будут секторальные санкции, а они ох, как больно ударят по российской экономике, да и по России в целом. Ну и кстати говоря, то, что Роман Аркадьевич Абрамович, если так можно выразиться, агент Кремля, но это не люблю эту фразу агент Кремля. Скорее так, посвященный человек доказывает, что наши ВВС, Министерство обороны Российской Федерации перехватили в небе над Ливаном, ни с того ни с сего израильские Ф-15, давая таким образом, давя таким образом на Нитаньяху, чтобы в отношении Романа Аркадьевича Абрамовича принял правильное решение для Кремлевской администрации, то есть разрешил ему въезд, оформил, разрешил оформить ему гражданство, соответственно, зарегистрировать в Израиле бизнес Романа Аркадьевича Абрамовича, чтобы там Роман Аркадьевич Абрамович в Израиле жил и процветал. Есть, конечно же, другой резон оформить паспорт Израиля для Романа Аркадьевича Абрамовича, это в том, что с паспортом Израиля он сможет спокойно въехать в Англию. Но в том-то все и дело, что он, конечно, спокойно может ехать в Англию, так как отношения с Израилем у британцев более мягче, чем с Россией. Но опять-таки этого не защитит от того, что может быть проведена проверка Скотланд-Ярда по счетам Абрамовича. Так что я думаю, что Роман Аркадьевич Абрамович в Израиле всерьез и надолго. Далее идем, далее, далее, далее. Но шумевшая история советник президента по А, нет, это немножко ну ладно, не важно. Советник президента по интернету заявил о возможности ограничения работы Майкрософта в России. В своем выступлении на конференции интернет после глобальности Герман Клименко отметил, что в России все хорошо с программистами и впервые не стыдно за индустрию. Как бы не чморили Яндекс, но так как в России с точки зрения сборки гаджетов и программного обеспечения хуже обстоят дела, то мы попросим Майкрософт покинуть Россию, так как в США заблокировали лабораторию Касперского и надо России чем-нибудь на эту самую блокаду Касперского ответить. Насколько замечаний от меня господину Клименко. Во-первых, чморят Яндекс не из-за того, что во-первых, чморят Яндекс из-за того, что в топ новостей не попадают неудобные новости для нашей власти, новости и сведения. Во-вторых, тема конференции интернет после глобальности. Это что? Интернет является самым ярчайшим проявлением как раз-таки этой глобальности. Ведь я, например, могу познакомиться с девушкой, которая живет на другом конце планеты, не говоря уж про бизнес-контакты. Вот не будет интернета, не будет этой самой глобальности. Интернет после глобальности это как Кока-Кола без Колы. Только одна Кока. А это уже совершенно другой продукт. Ну, фактически как китайский Firewall с введением в строй, который интернет в Китае прекратился, а то, что используют и в Китае, и в Северной Корее вместо интернета, интернетом не называется технически, это называется сеть. Но это не интернет. Потому что интернет служит для связи в любой точке мира. А если вы эту связь ограничиваете, ну, например, нельзя по скайпу общаться с представителями Соединенных Штатов Америки, то тогда это уже не интернет, тогда это уже сеть. Конечно же, власть наша делает все, что угодно, чтобы, если бы и был бы интернет в России, то только те сайты и те соцсети, в которых нельзя будет читать нормальные новости про то, что происходит в мире и сравнивать с тем, что происходит в России. Этой соцсетью сейчас и является Яндекс. Вот стратегический замысел Кремля. Чтобы обычные русские люди не получали бы доступ к тому, что реально происходит на Западе. Реальная информация про то, что происходит на территории врага в интернете под контрольным Кремлем. Замещалась бы русской пропагандой про наше фейковое величество. Клименко идет именно к этой цели на посту советника президента. По поводу того, что у нас в России все хорошо с программистами. Ну, я уже называл эти данные журнала The New Times Евгении Марковны Алибадз, что в прошлом году покинуло более 50 тысяч молодых программистов. Еще раз, 50 тысяч. У нас остается только те, только самые, к сожалению, худшие программисты. Что доказывает неудачные попытки ФСБ заблокировать Телеграмм. Интересная логика Клименко по поводу сборки железа в России. Типа, ох, если вы там у себя в соседней больничке запретили наше лекарство, то мы в своей больничке запретим ваше лекарство и вообще любое лекарство, а особенно самые качественные лекарства из вашей больнички. А тот, что будут дохнуть как мухи люди у нас, то мне, то есть Клименко пофигу, лишь бы постсоветника президента по интернету сохранить. Вот что по сути сказал Клименко на этой самой конференции интернет против глобальности. По поводу блокировки лаборатории Касперского. Его бизнесу в США никто не мешал, пока не было доказано властями США, что именно через его компанию Россия вмешивалась в выборы президента США на стороне Дональда Трампа и это уже было доказано. Экс-офицер КГБ Касперский, владелец компании лаборатории Касперского, является не бывший офицер КГБ а действующий агент СВР или ФСБ. Вот, и это все было доказано, поэтому и лаборатория Касперского в США как рассадник шпионских сетей и систем России в США была закрыта. Если бы победила бы на выборах Хилари Клинтон, если бы Касперский не вмешивался, то она вела бы самые жесткие санкции против России, ну и даже может быть впрямую вела бы войска в Донбасс на стороне Украины. Чего, кстати говоря, пока не сделал Трамп. И тогда бы сотни обычных российских рабочих из-за санкций, из-за войны с Украиной лишились бы работы. Работы. В результате чего все рабочие России пошли бы на Кремль с лозунгом «Долой царя Владимира Владимировича Путина». Так что для Кремля было жизненно важным и необходимым вмешаться в выборы президента США на стороне пророссийского кандидата. Для этого и задействовали как раз-таки лабораторию Касперского. И вот только после того, как это все вскрылось, лабораторию Касперского власти США и прикрыли. Потому что в США президент не является царем. Там вполне мощные и другие структуры и органы государства, которые могут быть и не лояльны и не подконтрольны Трампу. Так. А тут кстати говоря в тему о том, что молодым специалистам надо побыстрее валить из Рашки, потому что в Рашке для них место только у Парашки. Заявление Александра Бастрыкина, руководителя Следственного комитета России, что в скором времени будет закрыт Инстаграм в России, которые способствуют развитию терроризма в нашем государстве. Да, это дословная цитата. Я прям так себе представляю, как бородатые боевики с оружием в руках фоткаются в Инстаграме и пишут «Эй, Русля, смотрите, мы скоро у вас что-нибудь взорвем, Вася!» Выяснилось в итоге, что Бастыкин перепутал Инстаграм с Телеграмом. Вот вам уровень компетенции российских органов. А ведь под словом «Майкрософт» понимается не только программное обеспечение, системное оборудование, но и еще популярные приложения типа «Скайпа», «Вайбера» и «Других». А вот так вот Клименко говорит, что деятельность «Майкрософта» будет в России скоро запрещена, и значит по «Скайпу» то вы не поговорите уже. Если у вас к тому времени ноутбук или другой гаджет не выйдет из строя. Просто потому, что обновления в Индузх к вам не придут, нет, Россия заблокирует все нахрен. Если у вас не дай бог будут выходить компы и операционная система из строя, вы не сможете обновить или там что-то еще сделать. Все как в старые времена. Будете читать газету, смотреть телевизор и ходить на почту, чтобы отсылать телеграммы, а не общаться в телеграмме. Вот какое будущее для вас уготовила наша власть. Именно поэтому я считаю, что пора вам всем валить из России. А что я радуюсь, а потому, что я этого сделать не смогу. Но я хоть радуюсь за вас, что вы свалили из России. Не все, но некоторые. Аркадий Бабченко. Вот это самая нашумевшая тема недели. Аркадий Бабченко жив, он воскрес из мертвых. И это самое подозреваемые в подготовке покушения на Бабченко задержаны сотрудниками СБУ, которые задержали подозреваемого в подготовке убийства Бабченко в ходе спецоперации. По данным СБУ, завербованной российскими спецслужбами гражданин Украины, назначил награду за голову Бабченко 40 тысяч долларов. Об этом СБУ стало известно два месяца назад. У наемных убийц на этом завербованном гражданином Украины была фотография Бабченко из его российского паспорта. Такую фотографию могли иметь только российские спецслужбы. Аркадий Бабченко даже пришлось специально ломать ногу, чтобы ФСБшные в Бразии не очень-то догадались об спецоперации СБУ. Киллером Бабченко были переданы 30 тысяч долларов, 15 тысяч долларов в качестве аванса, еще 10 тысяч долларов переданы в качестве аванса. Киллеры для Бабченко состояли в основном из бывших участников войны на Донбассе. Интересная деталь, которая позволила Бабченко выжить, на ликвидацию опального журналиста ФСБ отвело 3 недели, а инсценировку СБУ готовило месяц, то есть 4 недели, по-видимому, ФСБ сами забыли сроки своей же операции ликвидации. И можно было бы посмеяться над этим, но есть несколько факторов, которые позволяют судить о том, что действительно Бабченко хотел грохнуть московский мордор. Так, 25 мая у себя в Фейсбуке Бабченко писал «Меня ведут люди с администрацией президента, нашего президента, естественно, не Порошенко». Бабченко уже находится под колпаком уже 25 мая и разрабатывается российскими спецслужбами. В 2005 году, кстати говоря, это не первое повышение на его жизнь, в 2015 году он хотел летать на вертолете ВСУ в Донбасс и даже успел тогда договориться об этом с начальством ВСУ, но от совпадения он не полетел в вертолете просто потому, что в нем не хватило места. И сразу после того, как вертолет ВСУ, на котором Бабченко должен был лететь, пересек границу с Донецкой области, вертушка была сбита российским комплексом «Игла-2М». Бабченко чудом остался жив. Проблемы у Бабченко с российскими властями начались после того, как он заявил у себя в Фейсбуке, что ему безразлична трагедия с российским военным хором. И тут наш властитель, наш мучитель, наш кровавый диктатор, всесильный когребист через Милонова сказал Аркадию «Как ты смеешь такое писать у себя в Фейсбуке? Ты, как и другие жирношлюшки, должен в жопу целовать власть и единую Россию». Кланяется, только должен кланяться нам санкционации Путину ходить в строем. А Бабченко в ответ на это ответил «Найн, мой фюрер! Найн!» И посыпали со стороны нашей власти угрозы журналисту и даже две попытки заказного убийства. Пример Бабченко характеризует наше государство, госаппарат которого брошен на убийство и запугивание рядового журналиста, который действует не в формате путинских духовных скреп и худшей стороны. Убийство Бабченко должно было быть во время финала Лиги Чемпионов в Киеве, то есть российская власть таким образом убивала бы сразу трех зайцев, а то и четырех. Первая, Бабченко был не просто журналистом, а военным спецкором в Чечне и в Южной Осетии. Он собственными глазами видел военные преступления российской армии в этих регионах. Убийство журналиста во время финала Лиги Чемпионов в Киеве должно было показать неспособность Киева, Украины обеспечить безопасность футбольного праздника в то время как в России бы успешно прошел Чемпионат мира по футболу без серьезных проблем с безопасностью болельщиков, футболистов и тренеров. Третье, убийство Бабченко должно показать кровавость не путинского режима, а киевской так называемой хунты. Наша власть уже сказала, что и жаль что Бабченко участвовал в провокациях Украины. Но в чем провокация хочется спросить? В том, что спасли журналисту жизнь СБУ? В том, что он не был ликвидирован? А вот как раз со стороны России убийство журналистов в Киеве это была бы явная провокация с целью показать смотрите, смотрите, россияне, а в Киеве это еще хуже, чем у нас живется. Там журналистов линчуют. Но к счастью этого не случилось и была достигнута перемога, то есть победа СБУ над ФСБ, пусть и локальная. Тут мне сразу же вспомнилось заявление головы службы внешней разведки на тот момент Фродкова программе вестям в субботу, что на Украине действует много наших, то есть кремлевских агентов и теперь я понял о чем идет речь. Не секрет, что в России Украину рассматривают не как страну, а как полигон, как сортир для устранения неудобных лиц кремлевской администрации, так как проще их убить на чужой территории, чем у себя, потому что это не будет иметь никаких имиджовых потерь для нашей власти и всегда можно обвинить сторону, где произошло данное убийство, в том, что именно она и убила того или иного опального кремлю человека. но есть ложка дегтя в бочке меда победы СБУ над ФСБ. А этот ложка дегтя это Антон Геращенко, бывший советник Алакова, а ныне депутат Верховной Рады. он проболтался, что знают, как убили Бабченко. Ну, проболтался, не помню, потому что это была инсценировка, но тем не менее он проболтался, то есть он написал в Фейсбуке, что знает, как убили Бабченко. То есть когда идет спецоперация по скрытию по инсценировке убийства, тут как тут Геращенко портит спецоперацию СБУ своими высказываниями в Фейсбуке. Так что это вполне может предположить, что агент Кремля в Украине и является Антон Геращенко. А что, почему бы нет? Морда у него уж больно пророссийская. Уж больно пророссийская морда у Антона Геращенко. Уж больно пророссийская. в нашей пропаганде тут же начали кричать «Да как он жив! Да как посмел! Да Бабченко не журналист вовсе! Но тем не менее, тем не менее, молодец мужик, что остался жив!» Но на этом тема не закончилась у нас. ведь в четверг организатор покушения на Бабченко заявил, что знал о спецоперации СБУ. Подозреваемый в организации покушения на Бабченко Борис Герман, вот тот самый человек Г, заявил, что заранее осознавал, что исполнитель покушения будет сотрудничать с СБУ. По словам Бориса Германова, Германа исполнителем покушения был Алексей Цымбалюк. Самого же Бориса Германова суд арестовал на два месяца. Это тот самый гражданин Г, о котором я говорил. Так, следуя на пресс-конференции глава СБУ Грицак. Вот он. Так как об этом заявил Борис Грицак, так как Борис Герман прекрасно осознавал, что Алексей Цымбалюк, а это и был исполнитель убийства Бабченко, побежит жаловаться в контрразведку СБУ. Итак, все переговоры Бориса Германова с московскими кураторами фиксировались на пленку СБУ. И, по видимости, скоро будут предъявлены общественности. Более того, СБУ в Украине начало изучать все, все финансовые потоки из России, идущие на Украину. И вот, что выяснилось, и убийство Павла Шеремета, и убийство экс-депутатов Госдумы Вороненкова заказывались через фонд помощника Путина Суркова «Русский мир». Это не подтверждено СБУ, но я думаю, что неспроста украинские власти начали у себя в стране изымать и замораживать счета и собственность «Газпрома». Вполне возможно не из-за судебных разборок с «Нафтогазом» Украина, а из-за того, что газные убийства ФСБ в Украине проплачиваются через счета «Газпрома» и «Сбербанка», естественно. Алексей Цымбалюк, исполнитель убийства Кирилла Бабченко, он известен своей деятельностью в правом секторе и в зоне АТО. То есть этот человек с оружием в руках защищал Украину, но что же произошло с ним? А произошло то, что он разочаровался в ССУ, в самой операции на Донбассе, украинской властью он разочаровался, которая ничего не делает для реабилитации и восстановления ветеранов АТО. В этот самый момент, когда Цымбалюк разочаровался в украинской власти, ему как раз таки звонит Борис Герман и предлагает встретиться и поговорить. Они встретились и начали говорить. И вот есть, Борис Герман говорит, вот есть человек в Москве, он заплатит тебе за убийство журналиста. Тут надо понимать, что Алексей Цымбалюк находился в очень подавленном состоянии и плюс нужда денег заставила его согласиться на мокруху. Однако, вот если русские россияне готовы за бабло на все резать, убивать соседний народ, есть какашку за миллионы долларов, писать, заниматься сексом публично, то украинцы не такие, не такое было, как русские. И Алексей Цымбалюка замучила совесть, когда он уже взял предоплату за убийство Бабченко. Данный человек, Алексей Цымбалюк, никогда, я подчеркиваю, никогда не стрелял именно в безоружного человека, то есть он всегда либо стрелял в ментов на Майдане, ну менты были вооружены, понятно, да, либо же стрелял в военнослужащих российской армии на Донбассе, но тоже они были вооружены, а вот со спины стрелять в безоружного человека Бабченко не собирался и Бабченко не собирался и никогда не хотел. И в итоге пришел с повинной в СБУ и во всем сознался. Откуда же у Алексея Цымбалюка могло появиться оружие в центре Киева для убийства Бабченко и как так ловко спланировал операцию Борис Герман? Ответ очень прост. Дело в том, что именно Борис Герман занимался вполне легально оружейным предприятием Шмайсер. Более того, на допросе в СБУ Алексей Цымбалюк заявил, что многих зимой 2014 года в правом секторе вербовала русская разведка для того, чтобы Янукович подписал прошение Путину о введении российской армии на всю территорию Украины для защиты Виктора Фёдоровича Януковича от недовольных граждан. Но в планах у Кремля не входило на тот момент захват всей территории Украины. Путин предлагал польскому президенту Дуде разделить Украину на две равные части. Восток отошёл бы России, а запад бы Польши. Естественно, Януковича это в итоге не устроило, и тогда ФСБ начало вербовать правый сектор, чтобы всё выглядело так, как будто Запад устраивает беспорядки на Украине, а мы потом вводим войска, чтобы прекратить беспорядки. Тогда-то удалось как раз завербовать защитника Бабченко, заказчика Бабченко Бориса Германа. Польша отказалась от плата Кремля разделить Украину пополам. А дальше произошло следующее. Несмотря на то, что Кремлю де-факто удалось взять Донбасс и Крым под свой контроль, тем не менее, раздобренной и разграбленной Россией и Украине удалось отстоять центральную часть страны от агрессии Кремля. Отрадно мне, что в СБУ работают умные, компетентные люди, которые знают свои дела в ФСБ, работают мерзавцы, провокаторы, погрявшие в крови оппонентов Путина и, конечно же, в коррупции. Так, среди восьми самых крупных стран мира Россия единственная страна, которая систематически занимается отстрелом неугодных Путину лиц, а всего это 18 человек. В этот же день, когда шли признательные показания Бориса Германова, в Кремле повышали в звании тех чекистов, которые, по-видимому, и отвечали за операцию по ликвидации Бабченко. Зачем повышали, ведь операция закончилась провалом, а затем, чтобы они молчали. Ну и давайте в заключении данной новости посмотрим еще раз эти фотографии. Вот он Бабченко, вот обратите внимание, какой Грицак довольный. А вот это, как я уже говорил, справа сидит агент Кремля, стоит, то есть агент Кремля Гераченко, но я надеюсь, что он будет все-таки сидеть. Так, вот это, собственно говоря, полицейские дежурят около квартиры Бабченко. Вот они заходят в дом. Вот тут собрались люди, которые, зеваки, которые начали обсуждать фейковое убийство Бабченко. На тот момент, кстати, не фейковое. Ну и так, ничего. Ну и так идет подъезд, пресс-конференция. А, ну все, все, вот мы посмотрели фотографии и идем дальше на следующую новость, где этот Лукашенко назвал условия закрытия границы с Российской Федерацией. Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией. Александр Григорьевич не понимает, что делают российские программы войска на русско-белорусской границе, ведь Беларусь и Россия входят в союзное государство. однако ФСБ создало вокруг госграницы с Беларусью постоянно дислоцирующиеся подразделения пограничной службы, которые фактически занимаются функцией охраны России от Беларуси. А со стороны Беларуси, так как она входит в союзное государство, нету своих пограничников из Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Естественно, Лукашенко это не может нравиться, особенно тогда, когда российская армия ФСБ своих границ не замечает и проводит свои операции за пределами РФ, как, например, попытку ликвидации Бабченко. И по словам Александра Гейкоевича, что если Россия не перестанет вблизи Беларуси создавать военную инфраструктуру, с комендатурами, войсками, казармами, то тогда Беларусь ответит адекватно российской военной угрозе. Видно, и ведет на русско-белорусскую границу своих пограничников, а то и вовсе закроют границу для россиян и российских товаров в Беларусь. Что означало бы крах союзного государства как такового. Кстати, говоря, в Беларуси только Александр Гейкоевич выступает за союзное государство с Россией. Остальные чиновники и эксперты Беларуси хотят, чтобы как минимум Беларусь стала бы нейтральной страной между Евросоюзом и Таможенным Союзом, а так максимум лимкнула бы к ЕС как Украина. Александр Григорьевич предложил России определиться наконец с форматом присутствия российских пограничников на белорусской границе. Наша российская власть говорит, что военные и спецслужбы на границе с Беларусью нужны для контроля третьих лиц, которые, например, едут транзитом из Европы в Азию. Однако, на самом деле, вся фишка заключается в том, что созданная военная инфраструктура на границе с Беларусью может послужить плацдармом для для того, чтобы перейти границу. Ведь никто не вечен под луной и даже сам Александр Григорьевич. Ну и в подтверждении моих слов о том, что Россия создает военную инфраструктуру на границе с Беларусью не для того, чтобы охранять границу, а для того, чтобы напасть на Беларусью, это то, что, когда Путин создавал таможенный союз, он не мог не понимать, что неизбежно возникнет проблема транзита третьих лиц из со стороны Беларуси в Казахстан, ну и, соответственно, из Казахстана в нашу страну и в Беларусь. То есть войска явно на границе с Беларусью создаются для другого, для захвата части территории Беларуси. Ну, а что касается Александра Григорьевича Лукашенко, то ничто не вечно под луной, он рано или поздно либо сам уйдет, либо же его свергнут, и тогда, как пела Верка Сердючка, Беларусь скажет России Раша Гудбай. Естественно, Кремль не может этого допустить, ведь Путин сам перед собой поставил задачу возрождения Советского Союза великого и ужасного в том или ином виде. А это значит, что погран войска на границе с Беларусью нужны России для того, чтобы в случае выхода Беларуси из СНГ и Таможенного Союза анализовать на ее территории Могилевскую Народную Республику и Гомельскую Народную Республику. В этом случае Кремль вплотную с севера подойдет Киеву. И мы видим, как моя теория оправдывается на ваших глазах. Строится военная инфраструктура в России для захвата зон Беларуси, которые граничат с Украиной. Тут Кремль, кстати, может устроить сам госпереворот на территории Беларуси, поскольку нужен повод для того, чтобы ввести войска в Беларусь. И опасения Александра Григорьевича Лукашенко я понимаю. Поэтому на границе с Россией должны стоять не только погранвойска Беларуси и Комитета Государственной Безопасности Республики Беларусь, но и вся белорусская армия и в особенности лучшие офицеры и воинской части Беларуси, чтобы если вдруг Россия со стороны Брянска и Смоленска будет обстреливать Беларусью из градов, белорусы смогли бы стрелять в ответ по Орлу и Калуге. Так что уважаемые белорусы, у меня просьба к вам не повторяйте ошибок украинской армии и украинских войск. А что касается России, хватит уже создавать союзы. Россия все равно предаст своих союзников, как она предала обученных в москвавских институтах курдов на вольность Эрдогану. Союзники России это настоящая обуза для российского бюджета. любого кто кто с Россией сначала дружит неизбежно потом в истории это часто бывало становится врагом России. И еще один совет белорусам это навряд ли поможет но еще один совет от меня тем тем дальше вы находитесь от границы с Российской Федерацией тем ваш уровень жизни ваше самочувствие духовность резко повышается а тем а если вы едете наоборот в сторону границы России то ваше самочувствие резко ухудшается это ведь неспроста Россия должна помириться с Украиной и Белоруссией если Россия этого не сделает то она потеряет Смоленск Ростов и Краснодар а кубок мира у России отберут кубок мира по футболу который он уже в России который привезли чтобы наградить чемпионат чтобы наградить победителя чемпионата мира по футболу а и так вот этот кубок отнимут ну и скажем так заберут в качестве военной контрибуции украинцы да и наконец-таки украинская сборная по футболу таким образом станет чемпионом мира на этом все подписывайтесь на канал и спасибо всем кто слушал меня до конца пока пока до конца